Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я решила приготовить итальянский суп министрони. Такую идейку мне подкинула моя Наташа. Это моя коллега по работе, моя подруга. Вы её все знаете, кто со мной давно на канале. У меня есть видео. Прошлым летом Наташа приезжала к нам в гости на дачу со своим Данькой. Мы чудесно провели время. И советую вам вообще пройти внизу по ссылке и посмотреть это видео. А заодно вспомнить прекрасные денёчки, когда мы были в таком тесном контакте друг с другом. Ну что ж, о чём это видео и зачем оно? А затем, что поскольку мы все сидим на самоизоляции, редко, я думаю, ходим в магазины, что-то у нас, какие-то продукты остаётся, чего-то у нас нет, хочется что-то сварить новенькое. И сегодня я вам предлагаю сварить вместе со мной вот такой прекрасный супчик. Из чего же мы будем его варить? Варить его можно из любых сезонных овощей. То есть, вот то, что у вас есть в холодильнике, то вы и достаёте. Я из чего буду варить? Вот у меня, пожалуйста, морковка, лучок. Это тыква, она была у меня заморожена. Я её достала и порезала мелкими кубиками. Это фасоль. Фасоль из банки, она уже отварная. Если у вас нет отварной фасоли, можно заранее сварить небольшое количество. Вы потом добавите в конце где-нибудь минут за 20 до готовности супа. Дальше идёт вот это мои чудесные замороженные огурцы. По рецепту я нигде не видела замороженных огурцов в супе министроне. Но я решила всё-таки добавить свою изюминку. И в конце идёт паста, любая. У меня будет мелкая вот такая вермишель. Можно добавить ещё картофель, любые бобовые, стручковую фасоль, горох даже можно, чечевицу. Можно добавить рис, картофель, говорил я или нет. Значит, варится это всё или на бульоне, или на воде. Когда овощи медленно-медленно сначала обжариваются прямо в кастрюльке, я буду использовать вот такую свою кастрюльку-тыковку. Дно у неё, в общем-то, толстенькое. Попробую в ней сразу же обжаривать овощи. У кого кастрюлька с тоненьким дном, то, я думаю, можно все овощи сначала подготовить и обжарить на сковороде, а потом уже добавить в кастрюлю. Обжаривать мы с вами будем всё на оливковом масле. У меня вот такое. И я ещё добавлю обязательно, после того, как овощи обжарю, пару ложек томатной пасты. Можно не добавлять томатную пасту, можно добавить помидоры. У кого-то хозяюшки, кто-то заготавливал на даче или где-то, сами делали томатную пасту или замораживали помидоры. У меня помидоры мороженые есть, но я решила, что я использую томатную пасту, поскольку она у меня открыта. Из железной банки я переложила в стеклянную. И я придерживаюсь того, что надо использовать то, что есть. Добавляют ещё перец болгарский, но мне перец болгарский не хочется добавлять. Я вот почему-то в супах не люблю вкус болгарского перца. Кто-то, может быть, наоборот любит. Но это как бы на вкус и цвет. Значит, чем хорош этот суп? Тем, что он, в общем-то, у нас сезонный. И готовится, понятно, из тех овощей, которые в данный сезон у нас есть и в продаже, и в наших холодильниках. То есть, понятно, что вкус этого супа, и цвет этого супа всегда будет зависеть от того времени года, который у нас за окошком. Суп этот очень сытный. Многие частично вот отваривают, когда сначала обжаривают, отваривают, потом часть овощей блондируют. Взбивают блендером для того, чтобы суп был вот такой густой. Я буду готовить суп на курином бульоне. Но, как я уже говорила, можно просто на воде, потому что овощи будут обжаренные на оливковом масле, и они весь свой вкус дадут как раз вот именно воде, и это будет такой овощной бульон. Суп министруний, если я не ошибаюсь. Там разные переводы, но все это как-то объясняется. В общем, это такой как бы большой суп, супище, потому что вот, ну, все, что есть, все, что есть в печи на стол мечи. Это вот из этой серии. Но обязательно, обязательно это луговица, морковь и еще несколько зубчиков чеснока. Я его пока не очистила. Я его добавлю сразу же вот в первую партию, когда буду закладывать овощи на обжарку. Суп доступный. Что еще? Зимой можно добавить капусту, замороженную там брокколи, цветную. Еще добавляет стручковую фасоль. Вот кто выращивает на даче, нарезает там, отваривает ее, потом замораживает и есть это в морозилке. Можно достать и тоже использовать. Поэтому кабачки, цукини, баклажаны, еще зеленый горошек можно. Ну, вот тыковку я вам уже сказала. Не используют рукколу и бруссельскую капусту, потому что они могут вкус изменить, перебьют вкус вот всех овощей, какие есть. И поэтому будет, ну, невкусно. Итальянцы еще добавляют при первой поджарке овощей, вот лук и морковку, буду я сейчас начну с этого, плюс чеснок. Они добавляют стебель или парочку сельдерей. Но у меня этого нет. В конце, значит, подают, наливают в тарелку, натирают пармезан, добавляют зелень. Зелени у меня нет, сыр у меня другой, поэтому суп у меня будет немножко такой переделанный на наш российский лад. Знаете, как вот у нас сказка есть, каша из топора, но вот у нас будет теперь такой министроне по-русски. Ну что ж, давайте с вами начнем готовить. И в конце я вам скажу, как на вкус этот суп получается. В кастрюлю я налила пару ложек оливкового масла. Ну, естественно, это все на глаз. Я не люблю, когда в рецептах пишут 145 грамм картофеля, там 35 грамм моркови, 17 граммов лука и там 52 грамма масла. Я вот все так люблю, чтобы быстро приготовить. И было вкусно, безо всякого взвешивания. Я не знаю, хорошо это или нет, но я обычно готовлю так. Сейчас сюда я добавлю морковь и лук, плюс чеснок. Обжаривать мы будем на медленном огне в течение 10 минут. Я засекла время. Вот буду обжаривать постепенно помешивая. Как только 10 минут пройдет, пойму, что овощи-то протушились, я добавлю остальные овощи сюда. Только где-то за 20 минут до окончания варки я добавлю фасоль и пасту. Добавлять будем. Кстати, я буду использовать вот такую фасоль с оленьем варенье. Фасоль красная, консервированная, в собственном соку. Эту фасоль я покупала в фикс прайсе, еще в лучшие времена. Мне понравилась фасоль, она очень мягкая и вкусная. Накрыла крышкой, чтобы овощи лучше протушились. На медленном огне, медленно тушим, обжариваем. Лук, морковь, чеснок, плюс сельдерей. У кого он есть? Все для сельдерей. У кого есть? Так, прошло 5 минут. Забыла добавить, что все овощи мы режем кубиками очень мелко. Вот именно для того, чтобы они сейчас прожарились все быстро, напитались оливковым маслом и приготовились. Были мягкие и вкусные. Прошло 10 минут и я добавила остальные овощи. У меня в моем случае это были огурцы и тыква. Я хотела вместо огурцов использовать кабачок, но он так что-то глубоко у меня лежал в морозильном лоре. Мне так не захотелось за ним туда нырять, что я решила схитрить и добавить огурец. Заодно и посмотреть, вкусно ли это будет. Потому что огурцов обычно на даче много выращивается. И использовать их можно не только в салаты. Я имею ввиду замороженные огурцы. Не только в салаты и в разные подливки к мясу. У меня много рецептов таких на канале. Смотрите. Ну вот и в супе мини-строне. Перемешиваем и продолжаем обжаривать еще 15 минут. После того, как добавили остальные овощи. Говорят, что в это же время можно добавить томатную пасту. Но я все-таки томатную пасту всегда добавляю позже. Потому что это кислая среда и овощи будут тушиться дольше. Так что сначала мы обжариваем, а уже потом добавим томатную пасту. Пошло 15 минут. Все это можно залить литром или полутора литра воды горячей. Но я буду заливать бульоном. Я сегодня готовила как раз глину бульон. Залила бульоном. Сейчас это все прокипит минут 10. Потом буду добавлять фасоль. И уже добавлю томатную пасту. Посолю, поперчу и добавлю приправу. У меня это будут итальянские травы. Такие к итальянскому супу как раз подойдут итальянские травы. Вот, дорогие мои, не стала я слишком занимать ваше драгоценное внимание. Поэтому, как только все у меня там, все овощи перетушились, я добавила, я вам уже показывала, бульон. Разбавила его еще водой горячей. То есть, здесь не один куриный бульон. Положила вот эту фасоль. Все это у меня прокипело как следует. Когда овощи сварились, я забросила мелкую вермишель, так называемую пасту. Потом мне показалось, что суп мой жидкий, а он должен быть все-таки густым и наваристым. И я еще добавила риса. Так что, видите, тут и рис, и вермишель. Рис у меня был отварной. Я готовила гарнир к курице. Поэтому я просто взяла пару ложек, зачерпнула и готового риса положила. Потом добавила итальянские травы, лавровый лист. И в самом конце добавила 2 ложки столовых томатной пасты. Все это у меня прокипело. И сейчас будем есть. И я, может, и не буду, а себе в тарелку все-таки натру немножечко сыра. Пусть не пармезан, пусть он там обычный наш российский. Но я натру и попробую. И вот суп должен быть такой наваристый и густой. Видите, какой он получился густой. И он вкусный. Я же уже его попробовала. Он очень вкусный. Так что я вам советую готовить такие супы. Из того, что вы найдете в своем холодильнике. Вот такая вкуснота получилась. Настоящий итальянский суп мини-строне. С нашим российским сыром. Всем советую приготовить, друзья. Это очень вкусно. Очень. Мне понравилось. А самое главное, что вариаций много. Каждый сотворит именно свой супчик мини-строне. Всем пока-пока. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok